Уважаемые друзья, всем добрый день. Меня зовут Кумов Сергей, я технический эксперт по овощным культурам. В прошлый раз мы разговаривали о луковой мухе, а сегодня предлагаю поговорить о табачном трипсе. Если сравнивать этих двух вредителей, то луковая муха имеет два, иногда три поколения за сезон. То табачный трипс может иметь до 10 поколений. Если это не контролировать, то можно потерять до 100% урожая. Трипс может выпить растение. Это сравнимо с диссекацией. Так или иначе, каждый фермер, который занимается выращиванием лука, сталкивается с табачным трипсом. Если инсектицидная система защиты где-то дает сбой, то трипс развивается стремительно и наносит серьезный вред. Выпивая клеточный сок растения, он прежде всего нарушает обменные процессы. Нарушаются водные, дыхательные. В целом, рост и развитие культуры замедляется. Помимо этого, в результате укусов открываются ворота для вторичных инфекций, грибных либо бактериальных. Тут уже как повезет, но зачастую и те, и те начинают атаковать растения. Что в этот момент происходит с системой защиты? Работа системных инсектицидов или фунгицидов заключается в проникновении препарата внутрь растения и циркуляции его по системе. Таким образом, если обменные процессы в растении замедлены, либо они вообще отсутствуют, то иногда препарат даже не может проникнуть в лист, и его защита сводится к нулю. Как быть в данной ситуации? Как не допустить большого развития табачного трипса? Практика показывает, что наилучший эффект наблюдается, когда обработки против табачного трипса начинаются при первом появлении особи, независимо от фазы развития лука. Подчеркиваю, независимо от фазы развития лука. Из года в год он может появляться, когда лук находится в фазе 1-2 настоящих листа, иногда в фазе 5-6 настоящих листьев. Его развитие зависит от температурного режима. Это нужно знать и понимать. Система защиты должна основываться на регулярном применении инсектицидов. Личинки первого и второго возраста табачного трипса в процессе питания должны получить необходимую дозу препарата и не перейти на следующий этап развития. Таким образом мы размыкаем цикл его жизнедеятельности, и число табачного трипса в целом не растет. Остается на том уровне, которое приемлемо для лука, приемлемо для его нормального роста и развития. Интервалы. Интервалы между обработками, особенно в летний период, не должны превышать 5-6 дней. Психологически это тяжело сделать. Многие фермеры привыкли делать 7-10 дней согласно фунгицидным обработкам. Но для инсектицидной защиты против табачного трипса это неприемлемо. Строго либо 5, либо 6 дней. Иначе трипс начнет развиваться в летний период в геометрической прогрессии. Также нужно помнить, что в течение сезона мы должны использовать инсектициды разных классов, чтобы не допустить возникновения резистентности в будущем. На сегодняшний день мы зарегистрировали новый инсектицид, лирум. Применяя его при первом появлении вредителей, мы не даем популяции развиться в большом количестве. Далее в системе мы идем с другими классами инсектицидов. И таким образом сдерживаем трипса весь сезон, до момента уборки. С уверенностью можно сказать, что лирум это своего рода фундамент правильной стратегии в контроле табачного трипса. Меня зовут Кумов Сергей, я технический эксперт по овощным культурам. Сегодня мы поговорили о значимом вредителе на луке, табачном трипсе. О том, как можно его проконтролировать и сохранить перо лука и будущий урожай в целом. В следующем выпуске мы вернемся к грибным заболеваниям и затронем тему хранения и какой патоген может в значительной степени снизить этот этап. Это шейковая гниль. Всего доброго, до новых встреч. Это подкаст Сингенты. Субтитры создавал DimaTorzok